Главную мысль, которую я хотел донести до людей, что пассивных доходов не бывает. То есть, в принципе, ситуативно ты можешь получать какие-то прибыли из того, что разместил куда-то деньги, но бесплатный сыр, он всегда только в мышеловке. Мир извращен социалистическим мышлением. Сегодня власть пришла в руки социалистов. Обама социалист, президент Франции социалист, президент Германии, ну, премьер-министр Германии социалист. И Янукович, президент Украины, толкает социалистический месседж. Выберите нас, и вы ничего не будете делать, у вас все будет. Это обман, такого не бывает. Главная идея, которая сегодня должна быть восстановлена, это идея национального патриотизма, но не политической розни, а национального патриотизма в том, что мы патриоты, способные производить реальный продукт, реальную добавленную стоимость. Это и есть сила и основа денег. Когда человек голосует за тебя своими деньгами, за услугу, которую ты делаешь лучше, чем другие, за товар, который лучше, чем у других. К сожалению, сегодня, допустим, если говорить об экономике Украины, наша экономика, экономика потребления. Мы привозим из-за границы средства потребления машины, телевизоры, одежду, часы, телефоны. И это составляет большую часть нашего национального валового продукта. Для этого наше правительство берет деньги, занимает за границей большие кредиты, которые все равно придется отдавать. И суть месседжа такая. Давайте станем патриотами нашей Родины, но не в сфере национальной розни, или не в сфере того, что мы будем говорить о своей избранности какой-то особенной, как нации, а в сфере того, что мы повторим подвиг, например, японцев или китайцев, людей, которые производят добавленную стоимость именно путем навыков, путем интеллекта, путем разработок и путем ежедневного кропотливого труда, усердия. Если мы говорим о мире денег, то в самой сфере денег есть принципы управления деньгами. Если говорить в чистом виде о деньгах, то есть механизм, который называется меньше тратить, больше зарабатывать. То есть люди должны быть умеренными в своем желании потребить, это первое. Второе, они должны быть безумными в своем желании произвести. Из этого возникает здоровый баланс в жизни. То есть не надо брать что-то в кредит, потому что я верю в Божье преуспевание, и Бог говорит о том, что жизнь избыточна. Когда ты берешь кредит, ты не избыточен, ты берешь взаймы, и тогда ты зависим. Избыточность приходит из того, что мы раскрываем свой потенциал, свой дар в какой-то конкретной сфере, приверженно повторяя то же самое, то же самое, то же самое, то же самое. И через посвящение приходит и ресурс, и известность, и опыт, и в конечном итоге все это дает человеку деньги, оставляя его жизнь свободной. Ну, в первую очередь, в основе влияния лежит слово. Две вещи. Первое, мы должны формировать идеологическое послание, послание свободы. Давайте освободимся не через то, что мы пойдем в Европу, или не через то, что мы пойдем в Россию. Давайте освободимся через то, что мы станем настоящими сильными предпринимателями. То есть начнем наполнять мир творением, а не удобрением. Это первое. Второе, кроме идеологии, нам нужны практически навыки. То есть люди должны понять ценность, копить профессиональный опыт, учиться, иметь наставников, изучать лучшие модели, и каждый день делать что-то и своей головой, и своими руками. Но я очень вдохновлен происходящим. Во-первых, я вдохновлен посланием Билла Хайблса, который говорит о мужестве, которое мы должны проявлять как лидеры. То есть иногда кажется, что если человек находится где-то в высоких сферах лидерства, то есть публично известный, узнаваемый мировой лидер, у него жизнь, она легче. Получается, что это миф. Каждый лидер имеет определенный вызов на своем уровне, и любой вызов требует от нас иметь внутреннее мужество. И то, что, в принципе, в первый день на меня произвело глубокое впечатление, это идея о том, что остановки не бывает. Остановки не бывают. Каждый день имеет вызов сегодняшнего дня, в котором ты должен концентрироваться и проявлять внутреннее мужество. Второе, что меня потрясло на этом саммите, это встреча двух политиков. Политика от партии регионов Мирошниченко и политика от партии Батькевщина Унгуряна. И я увидел, как возникает объединение. Объединение происходит на основе более высокой идеи, более высокой идеологии. Если политические платформы конфликтуют, то платформа богоцентричная, богоискание каждым из политиков, она соединила людей и сделала их друзьями. И я увидел, что это и есть вызов сегодняшнего времени. Нам нужно донести главную идею, что не Украина понад усе, а что Бог понад усе. Что на основании того, что мы верим, мы сумеем построить и сильную нацию, и сильную страну, и сформировать наследство для наших потомков. Но меня это очень потрясло, поразило, и мне очень понравилось. Для меня это сильная пища. Ну, скажем, одним из видов моих бизнеса является обучение. И мне повезло, что я могу в сфере того, что является моим бизнесом, доносить до людей идеи изменения, идеи развития. И я всегда говорю о том, что моя жизнь изменилась вследствие покаяния. Рассказываю о том, какая разница в моей жизни до покаяния и после покаяния. Это является свидетельством для людей. Я говорю о ценности, например, восполнение энергии себя как лидера, об утренней молитве или об уединениях, в которые я уединяюсь. И многие руководители предприятий получают для себя через это откровение. Они говорят, слушай, ну классная идея, я тоже буду так делать. Для меня это предмет образа жизни. Я не рассказываю чего-то, что я читаю в книжках. Я рассказываю что-то, что является моей практической моделью, что срабатывает, и людей это меняет. Да, глобальный лидерский саммит – это высокая модель в системе обучения. Потому что здесь публично известные преподаватели мирового уровня. Генри Клауд, Вильям Юрай, Патрик Ленсиони, Джим Коллинз, Билл Хайблс, он проповедник, Джек Уэлч. То есть это известные и мотиваторы, и известные консалтингеры, авторы большого количества книг. Их обучение стоит колоссальных денег. Здесь они делятся как бы выжимками главных ценностей, которые они приобрели за всю свою жизнь. И доносят до людей открытое послание о влиянии. Я пересматриваю диски глобального лидерского саммита уже на протяжении трех лет. А это главная система моей мотивации обучения. Я постоянно смотрю диски, рекомендую всем покупать диски, смотреть. Потому что это даст и духовные изменения, и душевные изменения, и реальные практические навыки.